Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите новый влог на канале Navi CSGO. Наши ребята уже приехали на Bootcamp и нам есть о чем с ними поболтать, поэтому, без лишних слов, давайте посмотрим, что из этого вышло. У меня в руках Navi-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автограф игроков CS-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Navi-карту от Тинькофф. Валера, привет! Я рада тебя приветствовать напротив меня, напротив этих камер на нашем канале Navi. Расскажи, как твои дела? Ты приехал на Bootcamp. Дела у меня отлично, я приехал на Bootcamp. Класс! Ты был на Bootcamp и до этого с джуниорами, то есть этот формат тебе уже известен. Да. Теперь ты с основным составом. Ну и расскажи, в чем изменения? Как ты? Чувствуешь ли ты волнение, прежде чем вы приступите к работе? Ну, я понимаю, что это большая ответственность. Чувствуется, конечно, разница между юниорами и первой командой. Ну-ка, в первую очередь это в скилле, в понимании игры и в понимании в целом ситуации. Но эту разницу можно было и без Bootcamp понять, да? Все-таки в игре? Ну да, да. А вот в быту, чем наши старшенькие уже отметились? Расскажи, как тебе? Комфортно с ними? Да, комфортно, но просто это разные возрастные диапазоны, категории. Эти старички, с ними скучно, да? Не, наоборот, они более такие грамотные, так скажем. Ты, главное, плохое у них не перенимай, но они хорошие ребята, я думаю, что все будет окей. Кирилл, рада тебя видеть в Киеве снова, чтобы добрались, все хорошо. Расскажи нашим фанатам, посвяти их детали Bootcamp. Вот, до какого числа вы собираетесь тренироваться и, может быть, какие-то у вас детали новые появились у самого Bootcamp, какие-то новые фичи? Ну, вообще, мы собрались на Bootcamp набрать нашу форму сейчас с таким лайнапом на два турнира, вот, потому что новые карты нужно обкатывать, и плохие результаты показывали последние два турнира. На Bootcamp мы планируем до 24-го числа, то есть это достаточно не такой уж большой промежуток, нужно каждый день реально качественно работать, вот, так что собрались на такой мини Bootcamp перед двумя важными турнирами. То есть, я так понимаю, что вы приняли решение, что играть турнир эффективнее из дома, но вот раз в несколько месяцев необходимо собраться вместе, чтобы какие-то моменты проработать на БК, да? Да, но Bootcamp просто вообще это идеальное место для тренировки и набирания формы. Почему турнир не сыграть? Ну, турнир, не знаю, это, мне кажется, не так важно, вот, то есть, тот же можно взять Blast, который мы выиграли, да, мы играли его из домов, вот, и смогли это, как бы, сделать оттуда, так что не обязательно. А я думала, ну, нет, никогда победа легкой не бывает. Ну, в общем, просто, чтобы набрать форму, лучше всего собираться на Bootcamp, потому что проще работать, здесь как-то все по дисциплинированию, и живешь только игрой, думаешь об игре, нету никаких, ну, меньше факторов внешних, которые влияют просто на все. Такой домашней атмосферы нет, тут просто весь в работе, и все. Слушай, ну, давай все-таки затронем самую главную тему этого недели, этого месяца, возможно. Ты будешь играть на РМР-турнире и на DreamHack за основной состав Na'Vi, и будешь заменять Flamy для тех, кто, возможно, выпал из событий. Расскажи, как ты отреагировал, узнав эту новость, и вообще, ожидал ли ты, что так будет? Ну как, я обрадовался, это было круто, тоже понимаю всю ответственность. Ну, не было такое, блин, ну, это так круто, но настолько страшно, потому что, ну, это РМР-турнир, это уже все-таки, знаешь, ведет к чему-то, ведет к мажору. Прям страшно не было. Ты уверен в себе? Да. Слушай, ну, это вот круто, действительно. Сейчас меньше турниров, гораздо. У вас есть время и на буткемп собраться, и отдохнуть немного. Как самочувствие, как ты себя лично вот чувствуешь? На каком уровне сейчас моралька твоя? Ну... Когда на Мальдивы летишь? На Мальдивы чего? В отпуск. В отпуск. Но вообще, я чувствую себя, не знаю, тяжело, потому что сейчас вот прилетел, немного приболел, как-то иммунитет, может быть, ослаб из-за дороги, не знаю, неприятно. А так, морально настраиваюсь просто на работу. Хочется играть, тренироваться, набирать форму и все делать, что возможно, от себя зависящее, и все. Ну что, Андрей, привет. Много новостей скопилось, и самое главное из них это то, что, в общем-то, бит заменяет Флейми на предстоящем РМР-турнире. Вокруг этого образовалось огромное количество комментариев, новостей. Все об этом только и говорят, и высказывают свое мнение. Но я думаю, что самое главное из этих мнений должно быть твое. И как ты и обещал, в этом влоге Na'Vi оно появится. Итак, давай начнем с самого начала. Что предшествовало этой замене, и как она принималась, как долго вы решались на нее? Замена произошла, потому что у нас сильно снизились результаты на турнирах. И два последних турнира у нас, по сути, были провальными. Нужны были какие-то изменения. И в первую очередь проблема стояла именно в РМРе. На РМР-турнире у нас должны играть пять игроков, и замену делать нельзя. И нужно было просто выбрать между Егором и Валерой. Егора, я считаю, что сейчас играть нельзя, потому что он находится под давлением в последнее время. И он не может показать свой максимум, в принципе. То есть не помогает ни работать с психологом, ни какие-то советы, даже какие-то удачные игры. То есть есть очень серьезная нестабильность на дистанции. И это случается, как мне кажется, благодаря его какой-то зажатости. И он испытывает сильное давление. Это давление извне кого? Каких-то комментаторов в интернете? Или что? Или команды? Что на него давит больше всего? Чье мнение? Я думаю, все в целом. То есть он игрок, который играет вместе с Валерой, делит карты. И он понимает, что ему нужно показывать более стабильный результат. Еще до прихода Валеры он испытывал легкую какую-то нервозность в действиях и так далее. Дополнительная работа с игроком и даже дополнительная работа с психологом не сильно помогли, потому что в процессе работы все равно присутствует фактор давления. То есть мне кажется, что для того, чтобы был какой-то прогресс, Егору нужно сделать отдых, поработать над собой, все переосмыслить и перейти уже с новыми силами. В этом случае у него есть шанс вернуть тот топ уровень игры, который у него был когда-то. Потому что в данном случае это как снежный ком, который накатывается на него, и он пытается решить проблему, при этом проблема присутствует рядом, как бы внутри него все еще. И ее сложно очень искоренить. Ну хорошо, если мы уже говорим о проблемах Егора, тебе не кажется, что как раз замена ударит еще больше по его самооценке, и ему станет еще тяжелее возвращаться? Возможно, но я практически уверен, что если бы сейчас Егор остался с нами, приехал бы на буткэмп, то, скорее всего, у него не получилось бы сделать тот рывок, который был бы нужен команде, потому что это не получалось сделать ранее. И поэтому, как я считаю, единственный вариант, это чтобы он полностью изолировался от команды и от игры, и переосмыслил, что происходит не так для него, чтобы он именно вот глубоко осмыслил, чего он хочет добиться, какие у него ошибки в игре и так далее, и так далее. Параллельно я хотел, чтобы он работал с нашим психологом. У нас есть новый перформанс-коуч в штате. Мне кажется, что у нее есть очень много опыта, потому что она работала с большими спортсменами, и помогала им достичь высоких результатов, и сталкивалась с теми проблемами, которые есть у Егора. Если он сможет уйти от этого давления и просто будет работать над собой, то он сможет перейти как полностью перегрузиться, по сути, и придет новая личность с новой мотивацией и так далее. Тут нет универсального решения. Тут есть, мне кажется, меньшее из двух зол. Да, точно описывает ситуацию. Да, потому что тут нет такого, что мы даем ему шанс у кика из команды. Нет, это скорее ему шанс вернуть свою форму игровую. И тогда у него будет шанс. Насколько я поняла, и уже Андрей это анонсировал, что вам ввели нового психолога дополнительно в работу. Расскажи, пожалуйста, на что направлена эта работа? То есть это какие-то индивидуальные практики или это больше направлено на командное взаимодействие, на усовершенствование этого? Я думаю, что это, в принципе, направлено на улучшение каждого человека, в принципе, лично и как команды построения. То есть командных у нас еще не было разговоров особо. Вот, есть поставленные цели и так далее. Сейчас вот проводятся индивидуальные работы, а после у них будет уже командная работа. Удовлетворен ли ты до сих пор результатами? Какие-то уже принесли плоды эти практики? Ну, мы только начинаем работать, вот, и для меня, в принципе, мне кажется, то, что мы пробуем как-то улучшаться благодаря каких-то других специальностей, людей, вообще специалистов, то это может работать только в плюс. Вот, так что да, я могу сказать, что, в принципе, удовлетворен всем различным таким тестам. Читаешь ли ты комментарии, смотришь ли ты, что там происходит в Твиттере на наших новостных ресурсах? Мне кажется, это так, ну, столько людей обсуждали и высказывали свое ценнейшее мнение, что, вот, интересно, как это на тебя давит? Ну, если честно, я комментарии не особо вообще смотрю. Очень редко, если там, может, что-то увижу, там, мем какой-то. Ну, так что это очень редко, то, что я захожу в комментарии прям. Но был ли ты готов вообще к этой популярности? Да, ну, популярность, я не знаю, значит, прям популярности. Не, ну, это популярность уже, я считаю. Ну, я бы сказал, так оно не чувствуется. Это не было самоцелью, да? Это было, ты к этому безразличен. Может быть, это и к лучшему, знаешь, потому что, действительно, некоторые люди не особо лестно... Не о тебе отзываются, а вообще обо всем на свете и просто любят лезть в какие-то такие вещи. Продолжая тему давления, есть еще один игрок, на который, как мне кажется, сейчас тоже достаточно много давления. Это, конечно же, Валера. Потому что многие начинают, естественно, сравнивать этих двух игроков. Многие начинают приводить плюсы и минусы, и не всегда они в сторону Валеры. И, ну, как мне кажется, это тоже, действительно, достаточно травматично для, особенно, молодого человека. Как ситуация складывается вот в этом поле? Что, как сейчас Валера себя чувствует? Ну, Валера, как бы, игрок неопытный, поэтому к нему вопросов, в принципе, претензий намного меньше. Потому что его ошибки можно объяснить. Он, если ошибается, это за счет того, что у него еще нет знаний, те, которые есть у других игроков и членов команды. Он просто развивается, все окей. Типа мы смотрим на буткемпе за его динамикой, и, скорее всего, все будет отлично. То есть, я не считаю, что на него идет такое давление, которое было на Егора. Валера – молодой игрок, который еще, по сути, играл. Не хлебнул еще, да? Ну, да, он играл в джюнинер, сейчас он играет в Na'Vi, то есть у него еще как бы все впереди. И то, что с ним происходит здесь, это колоссальная возможность впитать много знаний, которые ему пригодятся. То есть, это трамплин для него огромный. То есть, он должен его использовать, просто впитывать как губка, и все будет отлично. Вы еще не тренировались, правильно? Вы только вот заехали на буткемпе. Тренировались уже. Тренировались. Как ты чувствуешь себя на других картах, помимо тех трех, на которых ты уже играл? Ну, если честно, я думал, сразу отвечу, извини, что перебил. Сразу отвечу, я не знаю, мне как-то… Я никогда не играл в Nuke, и сейчас я его играю, и мне нравится там играть. Вот как раз у Флейми больше опыта и, в принципе, и на карте Nuke, и были такие переживания, что ты себя не найдешь именно на этой карте. Сейчас как-как? Все нормально? Идет по плану? Ты привыкаешь? Да, все идет по плану. Вебри. А какой план? Деванк, смотри. Деванк, смотри. Деванк, смотри. Деванк, смотри. Деванк, смотри. Деванк, смотри. Деванк, не делай, сейчас. Еще, еще, парк, смотри. Не смотря на то, что мы в анонсе написали довольно четко, что это не кик из команды, это не лавка запасных. У нас ростер, в принципе, из шести человек, как был, так и остается. Все равно людям кажется и людям непонятно, как это возможно. Вот ты можешь прояснить ситуацию, потому что действительно люди в замешательстве. Стренируетесь ли вы с Егором, будете ли вы тренироваться в это время, и как будет существовать ростер в таком положении? Ну, сейчас мы на буткемпе находимся, и, как я и говорил до этого, самое идеальное решение сейчас было Егору именно отдохнуть от КСа, в принципе, от команды, в принципе. Ему сейчас нужно полностью изолироваться от любого стресса, который, в принципе, есть. Впереди турнир DreamHack, после него RMR. Ключевой, как бы, фактор играет RMR. Из-за того, что и RMR нам нужно играть с одним игроком. То есть, три карты, которые не играл Валера, ему нужно наиграть, карты Егора. Не было смысла играть DreamHack 3 плюс 3 по картам с заменой, потому что сразу через три дня наступает RMR. То есть, мы бы не успел игрок наиграть три карты. Поэтому, логически, был смысл, чтобы один игрок был с нами на буткемпе, тренировался, наиграл, как бы, свои карты, играем DreamHack, смотрим, что не получается, и, как бы, готовимся к RMR за счет этого. И приходим уже на RMR в максимально оптимальной форме для нас. Расскажи, DreamHack вы будете играть каждый по домам, да? То есть, вы не будете играть на буткемпе DreamHack. А что касается RMR? И RMR, и DreamHack будем играть по домам. Вот, после этих турниров все может, как бы, легко измениться. Я считаю, что, в любом случае, будущее за ростером из шести игроков, а то и из семи. Мы это видели в других видах спорта. То есть, мы понимаем, что киберспорт — молодая дисциплина, вообще, сфера, в принципе, и КС тем более. И это вопрос времени. И если мы посмотрим, как бы, заглянем немного в будущее, то очевидно, что в этом есть огромное преимущество для команд. А почему тогда команды отказываются от этого? Потому что Valve... Только из-за RMR? Только из-за RMR. Но помимо RMR-турниров есть огромное количество других турниров. Вот, у нас, как бы, такая же логика. И есть рычаги давления, и можно еще общаться с Valve. Надо, как бы, брать другие организации, объединяться. И лоббировать свои интересы перед ними, чтобы в дальнейшем они дали доступ к заменам. Без потери вторых очков и так далее. И тогда все будет отлично. Во-первых, 6-7 игроков дают, как бы, потенциал для состава расширять свои возможности. То есть, каждый игрок в какой-то момент может выдохнуться. Он может потерять силы, потерять энтузиазм. Выгорание, да? Да, просто выгорание идет. Сейчас модный термин. Да, и тогда другой игрок приходит на его место. У него есть возможность проявить себя. У того игрока есть суперосмысль и так далее, и так далее. Это очень важно для состава, чтобы состав был более вариативным даже в самом развитии. Еще сам турнир. Если мы играем в турнир, любая замена внутри матча, она очень повышает шансы на победу за счет продуктивности. Особенно, если это какой-то финал Best of 5, например. Best of 5, тем более. И мы видим, что Best of 5 формат очень зрелищный, который играется в гранд-финал. Не исключено, что как это, например, в каком-нибудь теннисе, в будущем будут крупные турниры, где будет больше матчей в Best of 5. Возможно, будет, например, как в Лоле, какой-то, например, плей-офф, в котором один матч играется на первый уикенд, второй уикенд, это могут быть матчи в Best of 5. Я бы сказал, что в данном случае мы смотрим в будущее. То есть мы как бы заранее пытаемся попередить время и, скажем так, тенденции, которые есть. Кому как не нам эти вещи создавать эти тенденции. Конечно. Мы не смотрим на состав, как на попытку отыграть один турнир. Мы смотрим на дистанцию. И это очень важный фактор, в принципе. Ну, вот это, наверное, людям и непонятно. Поэтому спасибо тебе большое, что ты объяснил, что просто это какая-то новая система, которая еще не принята даже в мире. Но мы будем экспериментировать и пытаться работать так. Да, и после РМР турнира у нас все-таки цель вернуться к этой системе, потому что она дает возможность правильно развивать состав. И дает больше рабочих мест игрокам. Да, я имею в виду, что мы хотим все-таки все-таки смотрим в эту сторону. И поэтому у Егора все еще есть место в составе после РМР турнира. Мы планируем вернуться к модели, где игроки будут играть не одни, ну, чередовать карты между собой. Хорошо. А ты говоришь 6-7 человек. То есть мы можем ожидать 7-го человека в составе? Есть уж какие-то у тебя... И мы возьмем какую-то карту, где он сможет играть какую-то свою роль, показывать себя. То есть он сможет играть и в Navi Junior, и на одной карте проявлять себя. В какой-то момент состав этого ничего не потеряет. То есть какой-то игрок просто в момент матча будет отдыхать. Как бы есть core состав, костяк, который все равно дает главный... вносит главный импакт в результат. Тут нужно смотреть просто шире, выйти за рамки и понимать, что это не вредит составу, это ему только помогает. Давай немножко еще об Ромеи поговорим, в принципе, завершать эту тему. Смотри, я недавно зашла на, опять же, наши новостные ресурсы. И почему-то, допустим, топ-1 Gambit и факт того, что они добились этого результата, почему-то постоянно проводят параллель с Navi. Что закончилась эпоха эра Navi, что Gambit забрали топ-1 не только мира, но и СНГ. Как вы себя ощущаете, смотря на это? Вы вообще думаете о том, что вы там больше не топ-1 СНГ? Насколько это важно для вас? И что будет происходить на самом РМРе, как ты думаешь? Потому что СНГ-регион жестко хайпанул за последний месяц. И даже два. И все, конечно, в шоке. Все с нетерпением уже пытаются лбу. Конкуренция как бы очень высокая. И мы видим, что нет команды, которая выигрывает подряд турниры. Каждый турнир выигрывает другая команда. Даже конец того года было так, что выиграли Астралис, потом выиграли Виталити, потом власт выиграли мы и так далее. То есть каждый турнир выигрывает новая команда. Это говорит о том, что очень серьезная конкуренция. Раз. График очень плотный. Это два. И команда не успевает готовиться обновлять свою мету игровую. Вот этот уровень самоотдачи, мотивации, энергии, которые есть у команды, которая ничего не выигрывала, против команды, которая что-то выиграла, это очень важный как бы фактор. Очень большая разница. Потому что тот, кто не был еще на Олимпе, он готов прилагать максимум усилий, чтобы там оказаться. У нас такая экосистема в CSGO. С этим ничего не поделаешь. Очень много турниров. Минимум турнир один в месяц. И он очень крупный. И поэтому Гамбичев на первом месте. До этого была другая команда на первом месте. До нас был кто-то еще на первом месте. И после них кто-то будет другой на первом месте. Это все временно. Поэтому тут надо смотреть на дистанцию. В первую очередь. СНГ. СНГ сейчас очень в хорошей форме. Есть много сильных команд. Versus Pro. Гамбит, Spirit. Плюс там другие команды, которые хотят пробиться тоже. Они не сидят на месте. Как раз которые сидят и копят энергию, силы и тактики для РМРа. И которые удивляли и удивляют. То есть там Немига, Эксвинстрайк. Команды, которые выигрывают, они могут этого не замечать, но другие команды, которые проигрывают, они же могут тоже собираться вместе. Максимально анализировать свои проблемы, ошибки. И делать все возможное, чтобы стать лучше. И пока они отдыхают, команды, которые выигрывают, другие команды растут. Они набираются сил. И любое поражение делает команду сильнее. Поэтому я считаю, что на РМРе будет очень сильная заруба. Это факт. Это уже не слабый регион, как все считали, мы это показали. И это будет очень сложный для нас турнир. По поводу Гамбит, они сейчас очень в хорошей форме. Это само собой не эра Гамбит, потому что они еще, чтобы сделать эру, нужно очень многого добиться. Но они однозначно большие молодцы. Это команды, игроки, которые собрались 2 года назад. Они в целом очень молодые игроки, молодой состав. И без опыта, того, который есть у других составов, Virtus.pro, мы, эта команда добилась очень высоких результатов, очень хорошей стабильности. И заметил очень важный момент, что они очень хладнокровно играют в стрессовых ситуациях. Это заслуживает уважения однозначно. Но я считаю, что онлайн играет немаловажную роль. Все сильные игроки знают, что лан очень сильно отличается от онлайн за счет того, что у тебя присутствует сильное давление. И от него невозможно скрыться, как бы игроки там себя не настраивали. Оно присутствует, это давление. Поэтому это как бы онлайн. Он очень много чего изменил. То есть мы это видели даже в прошлом году, когда выигрывали Беги, Героек, вся эта чехарда с составами и так далее. Ну что я могу сказать? Первопарходцам быть всегда тяжело. И поэтому я надеюсь, что ты расставил все точки и вопросов будет меньше у фанатов и у всех вычитателей клуба Na'Vi. Спасибо тебе большое, Андрей, за развернутые ответы в любом случае. И удачи вам в наших, в наших, в ваших начинаниях. Спасибо. Спасибо фанатам, что болеют, что поддерживают. Ждите побед. Ну что, как мы поняли, у ребят впереди очень насыщенное время. Буткэмп должен пойти на пользу команде. И спасибо им, что рассказали нам и посвятили нас немного в то, как именно он будет проходить. Мы лишь пожелаем им удачи. Вы обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и колокольчик, чтобы увидеть следующие видео. А мы обещаем наведаться или, по крайней мере, попробовать наведаться к ребятам еще во время этого буткэмпа и подснять для вас контента. Всем спасибо и всем пока.